Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рамзилю Кучербаеву, 43, родился он в Туймазинском районе, окончил Уфимский нефтяной университет. Прошел путь от каменщика до руководящих должностей в администрации района, затем возглавил управление капстроительства республики. В 2020-м стал первым заместителем председателя Госкомитета по строительству и архитектуре. В октябре этого года ведомство было преобразовано в министерство, во главе которого с приставкой ИО и был назначен Рамзиль Кучербаев. Тогда же новый статус получили Госкомитеты по транспорту, дорожному хозяйству, а также по торговле и защите прав потребителей. Как подчеркивал премьер-министр правительства Андрей Назаров, изменения призваны добавить приоритетности этим направлениям. В 2021 году в России появится новый грант для аграрьев «Агропрогресс». Постановление подписал Михаил Мишустин. Инструмент господдержки предназначен для представителей малого бизнеса, которые работают в сельской местности уже более двух лет, пояснили в региональном Минсельхозе. Максимальная сумма гранта составит 30 миллионов рублей. Средства можно будет направить на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки продукции, покупку оборудования, техники, а также поголовье скота и птицы. Это поселковское предприятие должно уже работать в отрасли не менее двух лет. И плюс обязуется после получения гранта еще пять лет проработать. Создать рабочие места. Это не менее трех рабочих мест в первый год получения гранта. Плюс еще этот грант должен быть обеспечен на 70% инвестиционным кредитом, который будет взят в рамках реализации данного инвестиционного проекта. В госпрограмму развития сельского хозяйства правительством страны внесены и другие изменения. В частности, на средства господдержки производителя льна смогут покупать оборудование и технику для первичной переработки. Часть производственных затрат также возместят фермерам, которые занимаются разведением овец и коз. Для этого им будут предоставлены стимулирующие субсидии. В Башкортостане возросла сумма ипотечных кредитов. Средний размер займа в республике превысил 2 миллиона 200 тысяч рублей. Данные за октябрь опубликовало Национальное бюро кредитных историй. За год показатель в регионе вырос на 9%. При этом республика остается в тридцатке лидеров по объемам ипотечного кредитования. Первое место по среднему размеру заемных средств на приобретение жилья у Москвы. Ее жители берут в долг у банков порядка 5,5 миллионов рублей. Вслед за столицей Московской области Санкт-Петербург в среднем 3,5 миллиона и 4,5 миллиона. В Башкортостане на 19 месте замыкает тридцатку Челябинскую область. Там средний размер ипотечного кредита 1 миллион 700 тысяч рублей. Эксперты связывают увеличение среднего чека с реализацией программ господдержки низкой ключевой ставкой Центробанка. Законопроект по переносу начала учебного года на 1 октября в Башкортостане посчитали недоработанным и неактуальным. Инициативу накануне обсудили на онлайн-конференции, которую организовала Общественная палата республики. В федеральный законопроект внесен в Госдуму в ноябре депутаты предлагают в качестве эксперимента перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. При этом заканчиваться учеба будет в соответствии с планом, а госаттестация проводится в срок, который установлен в Минпросвещение. Предполагается, что это поможет регионам более гибко подходить к началу учебного года в зависимости от климатических условий и различных форс-мажорных обстоятельств. Однако в этом случае придется уходить на каникулы только в конце июня. Во время проведения государственной итоги аттестации наши девятиклассники, одиннадцатиклассники будут ходить на ГИЭ в то время, как школы будут работать. У нас более 100 пунктов проведения экзаменов, то есть 100 школ у нас задействованы. Эти школы нам придется выводить из учебного процесса, что абсолютно невозможно. При этом придется переносить работу летних оздоровительных лагерей, а сентябрь на территории республики чаще всего бывает прохладным. Кроме того, в октябре уже традиционно начинаются простудные заболевания, и у детей не будет времени на адаптацию. Участники обсуждения пришли к мнению, что законопроект недоработанный не может быть принят. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллар и евро дешевеют. Американец потерял 42 копейки, его курс 75 рублей 20 копеек. Евро минусует 11 копеек, его курс 91 рубль 19 копеек. Лучшие обменные курсы к этому часу покупка и продажа доллара в банке Финампу 75 рублей 2 копейки и 75 рублей 29 копеек соответственно. Наиболее выгодный курс покупки евро тоже в банке Финампу 90 рублей 90 копеек и продажа евро в банке Наивапу 91 рубля 23 копеек. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК.